Сегодня, 4 ноября, праздник Казанской иконы Божьей Матери. Церковь также вспоминает в этот день семерых эфесских отроков, священномученика Серафима, архиепископа Угличского и священномученика Николая Богословского. Празднование иконы Богоматери Казанской установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Та эпоха вошла в историю под названием «Смутное время». На рубеже XVI и XVII веков трагически совпали все обстоятельства. Природные катаклизмы вызвали сильные неурожаи и голод. Прервалась царская династия Рюриковичей. Разразился кризис в государственном управлении и экономике. В результате часть страны вместе со столицей была захвачена интервентами. По призыву святейшего патриарха Ермогена русский народ встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавил князь Дмитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани «Чудотворный образ Пресвятой Богородицы». По преданию, от находившегося в плену у поляков святителя Арсения пришла весть. Ему было видение, что по милости Богородицы русские войска одержат победу. Воодушевленные известием 4 ноября 1612 года ополченцы освободили Москву от польских захватчиков. И до наших дней эта икона особо почитается православными. Празднуя память Казанской иконы Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Моли Сына Твоего о нас. Семь отроков – Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин – жили в III веке в Эфесе, городе на территории современной Турции. Они были родом из самых знатных городских семей, дружили с детства и, по обычаям того времени, рано отправились на военную службу. Правившему в то время императору-язычнику Декию донесли, что его воины исповедуют христианство. Семь юноши не стали скрывать своей веры. Декий приказал лишить их званий, но повременил с казнью, надеясь, что отроки одумаются. Юношам удалось скрыться в горной пещере. Император повелел заложить ход в пещеру камнями. Но семь отроков не погибли от голода и жажды. По преданию, они погрузились в сон, который продолжался 200 лет. Проснулись они уже в то время, когда гонения прекратились, а страной правил император-христианин Феодосий. Епископ Эфесский нашел в обломках камней дощечку с надписью, вложенную еще при Декии, объясняющую, кто и за какой проступок был заточен в пещеру. По преданию, вскоре отроки опять уснули в той же самой пещере. Чудесный сон и пробуждение отроков расцениваются церковью как свидетельство ожидаемого воскресения всех людей. Сегодня церковь обращается к святым эфесским отрокам. Святые Максимилиан и Амвлих, Мартиниан и Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин. Молите Бога о нас. Священный мученик Серафим, архиепископ Угличский, родился в 1881 году. После окончания духовной семинарии он шесть лет провел на Аляске, преподавая в местной школе и семинарии. Там же он и был пострижен в монахе. В феврале 1920 года Серафим стал епископом Угличским. Спустя два года он был арестован. В 1926 году, уже будучи архиепископом, владыка Серафим недолго занимал должность заместителя Патриаршего Местоблестителя и управлял всей церковью. Произошло это в сложнейший период борьбы за сохранение преемственности руководства церковной властью, когда одного за другим арестовывали всех высших иерархов Русской Православной Церкви. Архиепископ отверг попытки вмешательства властей в церковные дела и отклонил предложенный ими состав Синода. Вскоре арестовали и архиепископа Серафима. Из тюрьмы и позднее из ссылки владыка продолжал писать статьи и послания, участвовать в дискуссии о ситуации в церкви. Даже в письме к оппонентам, чью точку зрения он не разделял, архиепископ Серафим полон христианской любви. «Мне ли поучать многоопытного и многоученого святителя Церкви Российской? Но голос моей совести понуждает снова и снова тревожить ваше широкое и доброе сердце», — обращался он к митрополиту Нижегородскому Сергию. В 1929 году архиепископ был сослан на Соловки, откуда вернулся инвалидом. В марте 1934 года архиепископ Серафим вновь был арестован по обвинению в создании контрреволюционной организации. Спустя три года его расстреляли. О священном ученике Серафиме вспоминают, как о необыкновенно чистом, светлом и нравственно цельном человеке, отдавшем всю жизнь Богу и людям. Подвигом и молитвами мучеников XX века стоит Русская Церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их спасительном сеянии крестного стояния за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Сегодня церковь обращается к священному ученику Серафиму. Моли Бога о нас! Священный мученик Николай Богословский родился в 1875 году в Оланецкой губернии в семье священника. Он продолжил семейную традицию, получил духовное образование, принял сан и служил в храмах Петрозаводска. В 1937 году все духовенство его храма было арестовано. Священники обвинялись в создании контрреволюционной группы. Допросы продолжались два месяца. Протеерей Николай Богословский не подписал ни одного протокола и отказывался признавать свою вину. Решением тройки его приговорили к расстрелу. Похоронили священника в общей безвестной могиле в пригороде Петрозаводска. Священному ученика Николая Богословского канонизировали в 2004 году. Среди жертв гонений на церковь в XX веке были не только видные архиереи, образованные богословы и пламенные проповедники, но и простые священники. В чем их подвиг и пример для всех христиан? Священному ученик Николай Богословский жил так, что в центре его мира была Церковь и Христос. Даже под угрозой смерти он не отрекся от своего служения, от правды Христовой. Церковь обращается ко всем новомученикам с просьбой. Молите Бога о нас. Субтитры подогнал «Симон»!